Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые зрители моего канала в ютубе. Сегодня будет очень интересное, ценное, собственно, как всегда, видео. Из данного моего видео вы узнаете, почему питательная ценность плодов в наши дни мала по сравнению с прошлым. Являются ли плоды нашей родной пищей и почему мы имеем дефициты многих жизненно важных витаминов, минералов, жирных кислот даже на сыроедении. Как влияют химические препараты, биоциды на флору нашего кишечника. Почему в последние 20 лет произошел резкий скачок болезней века, рака, аутоиммунных заболеваний? Почему же промышленное животноводство опаснее промышленного растениеводства? Раундап, лектины, глютен, витамин D и бактерии кишечника. Как это все взаимосвязано? ОСБ и фенолы и многое другое. Дорогие друзья, будем считать это видео первой частью моей ближайшей будущей лекции по теме как наладить работу кишечника и всего ЖКТ и как повысить КПД переваривания, всасывания и усвоение жизненно необходимых нам питательных веществ. Итак, первое видео и мои ответы. Изначально я хотел сделать такое видео на тему голодания, обжорства, очищения организма, кишечные бактерии, питания, как изменить питание после проведения голодания, как убрать жор и так далее. Это очень важное видео я сделаю позже. Почему я сейчас решил сделать другое? Дело в том, что мне было написано много писем и по мере того, как я видео создавал, а я как делаю обычно сейчас, по крайней мере в данной рубрике, я пишу статью. Потом ее просто зачитываю, озвучиваю. Данные статьи все обязательно войдут в мою будущую книгу, которую я вот именно таким образом главу за главой пишу сейчас. Я зачитаю три письма. И эти письма отражают огромное множество подобных. Я объясню, отвечу вам на эти важнейшие вопросы. Ну и так, начинаем, не теряя время. Первое письмо из-под моей лекции о дисбактериозе. Ольга Нестеренко пишет. Здравствуйте, я прошла очищение по огонян. 21 день голодания, то есть перешла на сыроедение после голодания. Когда перешла, примерно через неделю на более твердую пищу начались проблемы. Изжога, вздутие, нерегулярный стул. Подскажите, что я не так делаю? Может, это реакция на семечки, орехи? Что составляет основу сыроеденных соусов? Ну и так, я отвечаю. Во-первых, конечно же, я не знаю всех нюансов, а по-хорошему их нужно узнать. То есть задать вам десятки наводящих вопросов, прямых и второстепенных, которые возникнут в ходе ваших ответов. Ну и этого достаточно, что вы написали. И так, кратко. Ваши ошибки, которые явны уже сейчас. И по моему опыту, очень характерны для большинства таких людей, кто не имея определенных знаний, навыков, переходят на сыроедение после вот очищения, голодания и так далее. И то неизвестно, как проводят это. Правильно ли эти процедуры они проводят или с ошибками. Почему я, собственно, и сделаю обязательно видео про правильное очищение и голодание. И предупрежу людей, какие же они совершают ошибки, чтобы другие их не совершали. Итак, ошибки ваши. До столь длительного голодания нужно обязательно было пройти антипаразитарную программу, о чем я талдычу из видео в видео. Смотрите мое видео «Гриб лисичка» и вы поймете. А также посмотрите те видео, которые находятся по ссылкам под видео «Гриб лисичка». Вторая причина. Неправильный переход. Он должен быть плавным и таким, чтобы успеть до приема твердой и богатой клетчаткой пищи взрастить, размножить свои родные симбиотические бактерии, чтобы они смогли далее уже разбирать, переваривать ту же твердую клетчатку. В видео о правильном голодании и очищении я обязательно поясню. Это подробно. Расскажу, как переходить с голодания на твердую пищу, тем более, если вы перешли после голодания на сыроедение с обычной, привычной, как бы, еды, которую вы ели годы и десятки лет. Третье. Ошибки в новом питании. И тут я вам рекомендую обязательно посмотреть две мои лекции «Дисбактериоз» и «Кетопитание», веганское кетопитание. И вы поймете эти ошибки. Смотрите внимательно и выписывайте. Особое внимание уделите моей информации в этих видео про лектины, такие специфические белки в растениях. И вы их сейчас много едите. И потому возникают проблемы с кишечником. Ну, о таких ошибках я еще обязательно скажу. Далее внимательно слушайте. Второе письмо. Никита Петренко. Самое главное, я считаю, и самый подробный мой ответ на данное письмо. Что-то произошло на земле? Почему мы не можем питаться только плодами? Может быть, сейчас нет такого разнообразия плодов и их питательной ценности? Например, из жирных плодов нам доступно только авокадо. Но мы ищем замену семенах, орехах, корни, растения, водоросли. Людям приходится прибегать ко всему, что только возможно, чтобы обеспечить организм всем необходимым. Юрий Андреевич. Человек же больше подходит под плодоядного. Остальная еда в той или иной степени вредит организму. А плоды являются совершенной для нас едой, как я понял. Неужели сейчас существует только относительно здоровая еда? Может быть, я ошибаюсь? И мы просто неудачный эксперимент или ошибка эволюции распитаемся всем подряд. В одном письме очень много вопросов, и они очень верны, очень точны. Я благодарю вас за них и отвечу, думаю, что это будет интересно всем разумным, здравомыслящим людям. Во-первых, действительно, сейчас мы питаемся всем подряд. Как говорится, все полезно, что в рот полезло. И это, конечно, полная глупость и ахинея. Да, конечно же, сейчас действительно нет такого разнообразия плодов. Очень многие культуры, человеческие, созданные селекционно людьми, были уничтожены за последние сто лет. Огромное количество, но это совсем отдельная тема. А теперь мой вам ответ. Произошло. Это верно. Многое произошло за последнее время. Человек действительно плодоядное существо. Вы верно говорите, и он может, и должен питаться плодами. Но есть много «но». Вы верно мыслите, пищевая ценность плодов земли в наши дни, даже органических, ничтожная. И об этом я подробно говорю, поясняю историю и биологию данного вопроса в моей лекции «Лес и почва». Обязательно посмотрите ее. Но проблема помимо низкой питательной ценности, еще и в химизации сельского хозяйства. Когда уничтожаются, подавляются различными химикатами, содержащимися в съедобных плодах, которые мы едим, наша родная симбиотическая микрофлора кишечника, которая не только переваривает многие компоненты пищи, помогая нашим ферментам организма, снижая нагрузку с поджелудочной железы и печени, но и создает много важных и незаменимых элементов нашего питания. Например, синтезирует многие витамины, аминокислоты, жирные кислоты и другие вещества и соединения. А вот применяемые в катастрофических масштабах последние годы и десятилетия пестициды, гербициды, инсектициды, то есть различные формы биоцидов, далее я буду говорить единый термин биоциды, и даже в малых количествах частично уничтожают, подавляя микрофлору кишечника. Пропадает, ослабевает наша защита и самого кишечника, и иммунитета всего организма в целом. Первым делом возникает синдром дырявого кишечника, вы о нем, конечно же, слышали. В кровь и далее в любые части органа организма проникают патогенные бактерии, грибки, вирусы, а некоторые питательные вещества, напротив, проникают в неполном, в малом количестве и в измененном или недостаточно измененном правильном количестве. Эти биоциды меняют и гены в наших клетках, и этот процесс неконтролируемый. Те же, кто считают, что в мясе и прочей животной пище нет или мало биоцидов, а таких людей теперь много, мол, вся зелень однохимия, говорят такие, надо есть мясо, сильно ошибаются и плохо знают биологию, биохимию, а в пищевой цепи только энергия от продуцентов, то есть производителей первичной органической продукции в биосфере, ну, то есть от растений, к консументам, то есть потребителям этой первичной органической продукции в биосфере. Так вот, к консументам последних порядков, а их несколько, ну, кто поедает в экологических цепях, пищевых сетях друг друга, энергия уменьшается, это важно знать, а тяжелые металлы и биоциды, химические различные вредные отравляющие вещества, как раз наоборот накапливаются в тканях, и потому, кто ест животную пищу, получают как раз концентрат биоцидов и находятся в большей опасности по здоровью, нежели те, кто это не ест, то есть веганы. К тому же не забывайте, что бобовыми культурами, кукурузой, зерном кормят всех животных, а именно для этих групп растений используют самые сильные биоциды, чтобы КПД продуктивности этих сельскохозяйственных культур, на уже и так бедных и мертвых почвах увеличить как можно больше и быстрее. Таким образом, промышленное животноводство намного опаснее для здоровья человека промышленного растеневодства. Передайте это тем умникам, пожалуйста, передайте, которые находятся и живут в плену иллюзий, и верят во что угодно, обманывая себя вот этими дешевыми придумками и отмазками, чтобы только остаться на любимом, привычном мясном питании и не менять себя, не меняться к лучшему, не прилагать никаких усилий в жизни ни к чему. Еще один пример. Тот же Раундап – смертельный яд. Им обрабатывают и по нескольку раз за сезон поля с злаками, бобовыми и прочими растениями, кстати, не только ГМО, но и обычные поля. Ну, чтобы получить большее по количеству урожай с минимальными потерями, которые пойдут на корм скоту и людям. Но после сбора этот яд с плодов семян не смывают, не снимают. Животные же накапливают их в своих организмах, особенно в печени, это фильтр организма, и в мясе тоже, и эти, и другие яды, и потом ткани, и выделение этих животных, ну, выделение – это молоко, как вы поняли, и ест человек, получая высокие дозы концентрированных ядов. Отсюда резкое увеличение рака и других болезней в последние 30, особенно 15 лет. В первую очередь, аутоиммунных заболеваний, заболеваний печени, почек, крови, костей, зрения и ЖКТ. Еще одна проблема от биоцидов. Они подавляют, парализуют главные ферменты печени, которые отвечают за переработку и усвоение витамина D. Вот вам и повальный дефицит его у населения. Вот почему витамин D2 не переходит в D3 в нужном количестве. И витамина D2 очень мало, мало кто просто делает на него исследования отдельные, а делают общие просто на витамин D. А как одно из следствий недостатка витамина D, это плохая переработка и недостаточный синтез полезного холестерина организмам, а не только проблемы с костями, с рахитом и так далее. Тот же Раундап уничтожает и те бактерии кишечника, которые перерабатывают такой лектин, как глютен. Всем известный глютен. И потому все большее число людей в последние годы стали иметь острую непереносимость к глютену. Оставим пока за кадром проблему других сотен лектинов. Кстати, кто не знал, Раундап и даже любой из его компонентов, вроде глифосаты, являются признанным даже в ВОЗ канцерогеном, вызывающий рак. И это просто факт. Итак, химикатов больше не в растительной, а в животной пище, поскольку животные перерабатывают и накапливают эти вредные часть из них веществ в себе. Кстати, из-за этих биоцидов кишечные бактерии не могут синтезировать многие незаменимые аминокислоты, например, трептофан, тирозин или фенилаланин. А вслед за дефицитом аминокислот, особенно незаменимых, летят гормоны и многие системы организма. Внимание! Например, из трептофана вырабатывается гормон серотонин, а из тирозина и фенилаланина производные гормонов щитовидной железы. А вы не знали. И это только вершина айсберга. Потому сразу вам дам добрый совет. Потребляйте дополнительное количество аминокислот в пищу с их чистыми концентратами, например, с конопляным протеином. В наше время, тем более горожанам, невозможно и недопустимо есть только магазинные продукты, тем более те, что массово продаются в супермаркетах. Не обойтись и без суперфудов, содержащих в своем составе концентрации возможных и так необходимых питательных компонентов, элементов. Это и хлорела, это спирулина, фокус и другие. Но изучите этот вопрос. Посмотрите мою лекцию дисбактериоз кишечника. Есть среди суперфудов и органические, экологически чистые продукты. Но производителей реальной биоорганической экопродукции очень мало в наши дни на самом деле. Почему? Да просто все люди переехали в города, они кинули землю на произвол судьбы. Нету практически тех трудящихся, производящих органическую биоэкопродукцию, потому что она производится только вручную. На земле таких людей почти не осталось, их мизер. И тенденция все идет в не в лучшую сторону. И то, посмотришь на специальных телевизионных каналов про экофермеров, вроде они позиционируют себя как экопродукты, вокруг поля, чистые дома, не применяется особенно, может быть, и вовсе химия. А у них загоны на фермах, ну скажем, для коз, ограды внутри загонов, обиты листами ОСБ. Но это же полный вперед. Кто не понял, поясню. Козы и дышат, любые животные, кто там содержится, этими парами, и грызут листы ОСБ. А там в составе, помимо прочего, фенолы и формальдегиды. Теперь ясно? Не надо пояснять, что это такое. Так вот, главный совет мой, не простой, но важный. Ешьте, дорогие друзья, экологически чистые продукты, плоды. Ведь выход всегда есть, и кто ищет, тот всегда найдет. Но это да, или надо переезжать на землю и выращивать все самим, по крайней мере, большую часть, основную. Можно объединяться, что разумно, в коллективные хозяйства для этого, или в общины. Это самый лучший вариант. Ну или покупать безопасные продукты у тех, кому вы доверяете на все сто. Ну а как иначе? Ну есть еще вариант. Забить на все. Простите за грубость. И махнуть на все рукой, или хорохориться, глумиться над здравым смыслом и правдой. И успокаивать себя и других вокруг себя. И тем паче самому успокаиваться еще в большей степени идиотичными высказываниями. Недостойными разумного человека, вроде, жить вообще вредно, от нее умирают, но это только быдло, так говорят. Или, и так столько всего вредного, что одним больше, другим меньшим не важно. Но это просто ужас. Кто так действительно считает, у кого мыслительные процессы идут вот таким образом, обязательно прочтите и несколько раз перечитайте, хотя бы раз пять, учебник логика за 54-й год. Третье письмо. Кстати, второе и третье письмо, скорее всего, я скопировал из-под моего видео про кето-питание, кето-рацион. Пишет Павел. Очень интересно. Я так понял, все сводится к тому, что вегану необходимо либо БАДы, либо водоросли, или льняное масло с семечками их же. Странно, если допустить тот момент, что человек не находится в цивилизации, как ему голыми руками выжимать масло из льна? И как он поймет, что водоросли это то, что ему нужно, и захочет ли он их есть без какой-либо обработки? Мясо и молоко губят организм. Но там как бы все, что необходимо. Напротив, видовая пища лечит, но все элементы сложнее добыть. Как же так? Как же быть? Где мы допускаем ошибку и в какой цепи? По сути, ведь должно быть все доступно. Ведь мы же плодоядные. А если так, то почему нам не хватает всего этого из плодов? Все очень интересно и запутанно. Я почти каждый день размышляю на эту тему и пытаюсь найти ответ, но так и не добрался до истины. Я очень надеюсь и буду очень рад, что Павел после данного моего видео все поймет. Ну а остальное, что я не сказал, по аналогии домыслит. И каждый из вас, дорогие зрители, это сможет легко сделать. Я отдал основу, а домыслить все очень просто. Так вот, не только веганам. Всем людям в наши дни на любом типе питания необходимы БАДы, то есть пищевые концентрированные добавки тех или иных жизненно важных элементов питания. Надо периодически сдавать анализы по крови, волосам, ногтям и выявлять эти дефицитные состояния на ранних этапах. Лучше на ранних. Это нужно не запускать. Нужно проверять хотя бы до тех пор, пока вы не станете знать, понимать и контролировать свой организм в полной мере. Ну и свое питание. Станете специалистом по своему организму. Но это все время, конечно же, знания, труд, аналитика, нужны способности. Ведите дневники, выписывайте все взаимосвязи. То, что слышите в моих лекциях, выписываете важные моменты. Многие так делают, они в этом правы. Или обратитесь к специалистам, пусть они вас ведут. Я же обязательно сделаю видео о том, как можно усредненно подобрать идеальный рацион питания и добавок для обеспечения организма всеми необходимыми, с учетом определенных болезней, проблемы, состояния большинства людей, питательных веществ, продуктов, добавок. Растения же, которые люди массово потребляют в пищу, и не только, а тем более видоизмененные, консервированные, термообработанные, приготовленные, а тем более нахимиченные и, что самое страшное, трансгенные ГМО растения, далеко не всем полезны, а часто вредны. Люди изменили в последние, особенно десятилетия, свойства, соотношения, модификации тех же белков-лектинов в растениях в этих промышленных культурах. Плюс к этому бедные почвы и, как следствие, недостаток в растениях, выращенных на этих почвах, тех же минералов. Вот почему и есть дефициты у всех людей. Просто они разные. У одних одни, у других другие. Но этот недостаток тех или иных питательных веществ в наши дни есть почти у всех людей. И напоминаю, что если раньше часть питательных веществ могла синтезироваться и синтезировалась нашей кишечной микрофлорой, то сейчас эта лаборатория нашего организма мало у кого работает исправно. И очень рекомендую всем пройти правильную систему очищения организма. И об этом скоро ждите мое наиважнейшее, необходимое для каждого человека видео. И да, обязательно посмотрите вот это мое видео про возможности хотя бы выведения из организма тяжелых металлов и радионуклидов. Видео грипп-дождевик. И конечно пройдите месячный курс заселения симбиотическими бактериями кишечника. Читайте у меня на сайте про эти бактерии и вита подробно. Под этим видео, которое вы сейчас смотрите, по ссылке будет переход на страничку моего сайта nadgar.ru по продуктам, где и изложена эта важнейшая информация. Не поленитесь изучить. Павел, нет в мясе сейчас всего того, что необходимо. Да и это необходимо, если можно так сказать. Не все усваивается. По многим причинам, тем более в связи с проблемами, описанными мною выше. Вот верно, ошибки. Люди страшные ошибки допускают. Допускали. Их очень много. Вот что с природой люди сделали? Вот и справедливый ответ, как бы воздаяние людям от природы. Человечество стало применять боевые отравляющие вещества, массово производимые в Первую мировую войну в сельском хозяйстве, в строительстве, те же окна ПВХ. С 50-х-60-х годов 20-го века началось массовое производство и потребление антибиотиков по делу и без, в том числе в интенсивном животноводстве, которое сейчас находят даже в Антарктиде. Сумасшедшее производство и потребление пластика, гормонов, прививок, загрязнения вод, почв, воздуха. А это все объективные факторы, влияющие в том числе и на пищеварение, на усвоение питательных веществ, в том числе и на недостаток из пищи, получение питательных необходимых веществ. Вижу, люди уже забыли, даже кто смотрел, поэтому посмотрите, я рекомендую очень пересмотреть всем мою полную лекцию про все вредные факторы, влияющие на здоровье, объективно. Называется она «Девять причин болезней». Есть четырехчасовая полная лекция, а есть две короткие выжимки по 25-30 минут. Из нее, из полной лекции. Уважаемые зрители, наверное, на этом пока все. Вообще, я думаю, сделать такую некую рубрику «Ответы на вопросы». Причем даже, наверное, две. Ответы на вот разумные вопросы, на которые необходимо ответить, и что-то еще вроде рубрики «Сосиска в голове» вот про неадекватные письма, отсутствие логики. Для развития мышления, аналитических, что называется, способностей. Хотя, впрочем, это все должно быть от рождения, но тем не менее люди способны к изменению, и поэтому я считаю это тоже важно. Ну что ж, а сейчас буквально маленький анонс, что же будет далее. Вот следующее свое видео я все-таки хочу сделать именно про голодание правильное, начало его, переход, что в процессе делать, какие системы очищения, как выходить из голодания, что же есть потом. Особенно это важно будет для людей, у кого есть масса лишнего тела, потому что такие люди склонны к булимии, и вот как вывести человека, который не может не есть привычное, тем более ему и любимое, вот как такого даже человека легко перевести на правильное естественное питание, когда он поверит в то, что сейчас еще верить даже не может. Если говорить кратко, тезисно, что же люди увидят, поймут из данного будущего моего видео. Во-первых, как избавиться от складок на животе, боках после очищения и изменения питания, да? Люди поймут, как избавиться от токсичных отложений в складках толстого кишечника, вообще в организме, как избавиться от патогенных бактерий в кишечнике и проникновения их в кровь, а далее во все части организма, как заменить, заместить кишечную микрофлору на нам родную, наладить работу ЖКТ, как увеличить КПД переваривания и всасывания питательных веществ из пищи, ну и, соответственно, непосредственно я расскажу о методике прохождения очистительных процедур, то есть, что такое это магнезик, ружкесмарх, и как досконально это делать, какие бывают ошибки, на что обратить внимание, опишу подробно саму процедуру, то есть, во-первых, подготовку к процедуре, процедуру как непосредственно проводить с кружкой эсмарха, соответственно, дальше я расскажу про переход после очистительного голодания, я расскажу, как и сколько дней, каким образом проходить эти процедуры, что есть и не есть, и сколько не есть после этих процедур, как изменится пищевое поведение, при каких факторах, потом переход на правильное питание после голодания, выход из голодания, ну и какие продукты можно, а какие нет. Это будет очень ценное видео, я надеюсь, вам будет интересно, и поэтому я рекомендую, кто еще не подписался на мой канал, подписаться, обязательно поставить колокольчик, потому что только тогда вы получите на свою электронную почту уведомления о выходе моих новых видео, вы их увидите и посмотрите. Стоит вам открыть и посмотреть или нет, по крайней мере, не пропустите. Как многие говорят, задают мне вопрос, я говорю, люди, дорогие, ну я же это объяснял, вот в такой-то лекции, например, про зубы есть, мало кто знает, у меня уникальная лекция, где я тоже рассказываю про те вредные вещества, которые ни в коем случае нельзя потреблять. Зубной паста, как вы думаете, вы их не потребляете, конечно, да? И это тоже важнейший фактор, который подавляет кишечную микрофлору, ведь мы все равно часть проглатываем со слюной, в том числе и тех компонентов, которые находятся в зубной пасте. А вот какие, почему и как можно, собственно, избавиться от этой проблемы, и о том, как можно самому сделать зубную пасту качественную, экологически чистую, безопасную в домашних условиях, я рассказываю в моей лекции зубов. Вот хотите узнать какую-то тему от меня, ну не поленитесь, например, наберите в ютубе словосочетание фролов, гипертония, или кишечник, или кровеносная система, дыхательная система, и так далее, и так далее. И, возможно, скорее всего, вы такую тему найдете, то есть видео от меня. Что ж, это был от меня маленький совет в конце. Да, ну и, конечно же, пишите комментарии прямо в чате под данным видео, и жду от вас темы для моих будущих видео, для моих разборов аналитических. Всего хорошего, до новых встреч.